Шурахбил был разгневан письмом пророка и в отместку за нанесенное, как он считал, оскорбление, убил Хариса. И это убийство посла мусульман было большим вызовом исламу. Пророк повелел Зайду собрать трехтысячное войско. Когда мусульмане добрались до Муты, перед ними стояло стотысячное войско противника. И сошлись два войска. После Абдаллаха знамя перешло в руки меча из мечей Аллаха. О Аллах, помоги ему! Мечом из мечей Аллаха пророк назвал Халида бин Валида. Храбрый командующий, новообращенный мусульманин, готовый жизнь свою отдать за ислам. Атаваихсан представляет Бегство армии В местечке Мута шло ожесточенное сражение. Трехтысячное войско мусульман сражалось со стотысячной армией Византии. Три представителя мусульманского войска пали смертью храбрых. Командование перешло к Халиду бин Валиду. Халид стремительно наступал на врага. Воодушевляясь храбростью командира, мусульмане смело шли за ним. Враг был в растерянности. Как же такое может быть? Самые храбрые воины византийцев падали мертвыми на землю от рук мусульман. Наступал вечер. Обе стороны были изнурены боем. И в сражении наступила пауза. Халид бин Валид долго не мог заснуть. Всю ночь он размышлял и обдумывал новый план сражения. Когда приблизился рассвет, он направился к своим воинам, чтобы поведать им о своем новом плане. Воины были готовы к бою и ждали своего командира. Халид стал менять позиции своих воинов. Воинов, стоящих впереди, он смещал назад и наоборот. Воины, стоящие слева, переместились направо. А те, кто располагались справа, перемещались налево. Затем Халид заменил форму воинов. Когда вокруг окончательно расцвело, врагу стало не по себе. Перед ними, казалось, стоит совсем другое войско. Кажется, к ним прибыла помощь, решили византийцы. Вчера их здесь не было. Так был сломлен боевой дух противника. Паника и страх охватили воинов врага. И не выдержав, они бросились бежать. Стотысячное войско византийцев разваливалось, как карточный домик. Врага настигали воины Халида и Бенвалида. Сам Халид в ходе сражения поменял семь мечей. Трехтысячное войско мусульман преследовало бежавшее стотысячное войско византийцев. После бегства врага Халид бенвалид собрал мусульман, и они отправились в обратный путь, в Медину. Пророк решил встретить победоносное войско у стен города. Вокруг него собралось много людей. Дети радостно ожидали победителей и толпились возле пророка. Была среди них и дочь Зайда, командующего мусульманским войском, павшего смертью храбрых. С отеческой любовью пророк смотрел на девочку, которая плакала от горя потери отца. Пророк не выдержал и тоже заплакал, сочувствуя девочке. Указывая на ребенка, он говорил окружающим. Вот она, разлука двух любящих друг друга людей. Пророк вытер слезы с ее лица, и девочка больше не плакала. Еще одной утратой была смерть Джафара. Сын Джафара тоже был среди детей. Он стоял, понурив голову. Пророк взял его на руки и посадил на своего верблюда. Они ехали на верблюде, и пророк пообещал сыну Джафара большую удачу в жизни, а еще прошептал ему на ушко, «Отцу твоему дали пару крыльев в раю. Теперь он может привольно летать там и зовут его «Летящий Джафар». Эти слова успокоили ребенка. С этого момента в своих снах он видел отца в раю и гордился этим. Верующие радостно встретили мусульманское войско, разгромившее византийскую армию. Они молились за этих героических воинов. Халид Ибн Валид был очень счастлив, ибо его руками была достигнута еще одна победа ислама. Большие приготовления Исполнилось 8 лет с тех пор, как мекканцы переехали в Ясриб. Ислам как религия уже укрепился в сердцах верующих. С язычниками было подписано соглашение о перемирии. Иудеи были не в том состоянии, чтобы претендовать на победу над мусульманами. Правители мира уже знали о появлении новой религии. Люди из далеких уголков земли приезжали в Ясриб, чтобы принять ислам. Огромное войско византийцев было разгромлено. Пророк и его сподвижники радовались этим событиям, и все-таки их изводила тоска. Тоска по Каабе. Как же далеки они были от Каабы. Но как они любили ее. Кааба – самое красивое место мира. Она хранила святость от первых людей на земле и до наших дней. Но Мекка все еще была в руках язычников, которые изнутри и снаружи заставили всю Каабу идолами. Они молились не Аллаху, а этим каменным изваянием. Вели себя перед Каабой непристойно. Пророк очень сожалел об этом. Кааба была достойна, чтобы ее очистили от идолов. Кааба была достойна, чтобы перед ней преклонялись люди чистые и искренние. И пророк искал пути для осуществления этого. Это было нелегко. Язычники не подпускали к Каабе чужих. Чтобы овладеть Каабой, очистить ее от идолов и сделать доступной для поклонения, надо было покорить Мекку. Силы мусульман были уже вполне достаточны для этого. Исламское войско стало крепким и боеспособным. Но пророк не хотел нарушать перемирие, достигнутого в Худайбии. Однако, в то время как мусульмане соблюдали соглашение о перемирии, язычники осмелились таки напасть на друзей пророка. Несмотря на заключенное в Худайбии соглашение, язычники все же пролили кровь. Своим низменным поступком они перечеркнули соглашение. Горько было пророку от такого поступка язычников. И он направил им послание. «Вы нарушили соглашение, достигнутое в Худайбии. Если вы продолжите нарушать соглашение, то мы будем вынуждены пойти на вас войной». Страх обуял язычников. Они понимали, что пророк прав. Но проявив упрямство, мекканцы сообщили мусульманам, что они готовы к войне с мусульманами. Пророк принял решение идти на Мекку. Настало время преподнести мекканцам урок. Он разослал эту весть своим сподвижникам. Начались приготовления. Пророк вел приготовление в тайне от всех. Он не хотел кровопролития и думал застать язычников врасплох. Он молил Аллаха, чтобы язычники не узнали о планах мусульман. «О Аллах, прошу тебя, сделай шпионов и доносчиков слепыми и глухими, чтобы не узнали они о наших планах. И чтобы недруги увидели меня внезапно». И вот все приготовления завершились. Собралось десятитысячное войско. Мусульмане изо всех уголков прибывали в Ясриб, чтобы влиться в ряды мусульманского войска. Кто знает, может Каабе суждено пережить свои самые лучшие дни. Продолжение следует. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok